Друзья, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Корректура.ру, Доктор Шилов.ком, Макивар.ру, Душин.ру, Будублог.ру. Всем привет еще раз. Сегодня на улице 10 градусов тепла всего лишь, несмотря на то, что сегодня 19 мая, и вроде должно быть уже лето по полной программе. И вот смотрите, что мы видим, да? Пустой стадион. Хочу заметить, что в последнее время я отмечаю четкий тренд на повышение того, на повышение заинтересованности людей заниматься спортом на стадионах. И когда на улице тепло и погода хорошая, я в принципе сейчас часто бываю на стадионе не один, а много народу на самом деле и бегает, и прыгает, и пытается ходить с палками, скандинавской ходьбой и все такое прочее. Но вот несмотря на то, что воскресенье сегодня и время самое-самое для занятий, уже не очень рано, то есть немногие себе силы находят на выходных, чтобы прийти рано. Но стадион пустой, вот только группа такой лайт-йоги, вот там вдалеке занимаются, такие тетеньки, которым за 50, вообще молодцы. Нашлась в них инициативная какая-то такая женщина, которая помоложе, и может быть она чья-то дочка из них. И она с ними занимается каждый день практически. Вот, так вот и все, и больше никого нет. Ну, не буду кривить душой, пара человек еще появлялась, мы буквально забежали на стадион, пробежали пару кругов, и на этом все закончилось. Ну, тоже неплохо. Но смотрите, что заставляет людей отказываться от намерений своих и поддаваться чувствам слабости погоды. Несмотря на то, что дождя-то в принципе нет, чего бы не прийти позаниматься. Даже если бы был дождь, если мотивация сильна, и это не помешает. Ну, будет ладно, дождь, не пришли. Но сейчас, в принципе, все нормально. Просто, просто прохладно и просто пасы. И все, и людей, как говорится, нет. Ребят, ну что это такое? Воспитывайте в себе силу воли. Сила воли это ведь именно то, ради чего занимаются спортом. Но прежде всего, потому что развитие волевых качеств еще позволяет совершенствоваться в жизни вообще во всех направлениях. Стоит давать самослабину в том, в чем вы знаете, это нужно делать. И не делайте. И вот какие-то послабления, и находить внешние причины для того, чтобы отказаться от намерений. Все. Это абсолютно перераспределиться на все стороны вашей жизни. Без исключения. То есть, вы тогда не сможете удержаться в диете. Придете на какое-то мероприятие. И скажете, ну я же не виноват, что здесь были торты. И опять хозяева могут обидеться. Хозяйка сделала торт. Ну как я могу не съесть? И вы не просто попробуете его. А вы сожрете кусок. Потому что же надо проявить уважение. Это вы так оправдаете себя. Но точно так же вы не откажетесь от алкоголя. Если, например, увидите новое какое-то хорошее вино, которое вы не пробовали. И скажете, ну я только попробую. Но на самом деле вы не только попробуете. А вы захотите проявить уважение к хозяину, который решил угостить вас. Уважить его в итоге будет намного больше, чем вы предполагали. И так все время внешние причины вы всегда найдете. И с одной стороны вы будете думать, что вы... Вот сейчас я такое наступление сделаю. Если вы еще оправдываете себя своими какими-то внутренними причинами. Или внешними независимыми от вас. Как вы считаете, что погода плохая. Или вы не очень себя хорошо чувствуете. Это еще одно. Но когда вы начинаете искать направдание своим поступкам в отношении к вам других людей. Это все. Это законченный путь, что называется. Просто это конченный. То есть вы сами, сами загоняете себя сначала искусственно, а потом это становится абсолютно естественным для вас. В зависимости от мнения о вас, других людей. И даже если вы совершенно замечательно понимаете, что вы правильные вещи делаете, вы не будете их делать, потому что это может показаться другим каким-то людям, которым в общем-то до вас нет никакого дела. Которые через вас, как правило, реализуют свои собственные амбиции. Или ищут оправдание своим самим поступкам через вас. Вы просто влазите в зависимость к этим людям. Люди начинают вас осуждать, например, за то, что вы ранным утром бегаете на стадионе. Мне говорят, ерунда, я читал кучу книг. Бег с утра, это бег к инфаркту. Пятый, десятый, да нафига. Я повторю десятый раз. И кто-то занимается воркаутом, и у меня часто друзья, которые этим не занимаются, говорят, да жизнь одна, чувак, ты полжизни. Вернее, ты каждое утро занимаешься, час на стадионе. Представь, что за неделю это 7 часов практически, это полный рабочий день. Посчитай, сколько это за год. И неизвестно, проживешь ли ты дольше. Моя бабушка никогда спортом не занималась, прожила 92 года. Она бухала там, курила трубку, все было нормально. А ты все равно, что так проживешь 60, что так, а то, может, и меньше. Как бы прямой зависимости нет. Все генетически зависит. Вот начинают на вас становяливать. Вы начинаете это слушать, думать, да, к вам критически там относятся другие люди. И вы это не делаете. Ребят, меня плюете на это. Если вы сами для себя решили, что спорт это полезно, чистить зубы это полезно, поддерживать диету это полезно, не бухать это полезно и бросить курить это тоже хорошо, так делайте это. Какая вам разница, что по этому поводу думают другие люди, если вы приняли решение, что вот это делать мы правильно. Какая вам разница, что они по этому поводу думают. Если мы все будем сам следовать тому, что говорит абсолютная масса других людей, вы всегда будете жить самым худшим образом. Потому что абсолютная масса людей ведет неправильный образ жизни. Ну, так относительно, в кавычках, каждый ведет тот образ жизни, который считает для себя самым неправильным. Но абсолютная масса людей не способны в своей жизни что-то менять. И сам следовать каким-то низменным самопривычкам, отсутствию воли всегда намного проще. И оправдывать это тоже довольно несложно. И поэтому, конечно, вас всегда будут убеждать те люди, которые бегом не занимаются, что бег нафиг не нужен. И те люди, которые выпивают, они приведут вам кучу причин, почему пить полезно. Как это дезинфицирует организм, как это разжижает кровь, как это рассасывает тромбы и все такое прочее. Они вам кучу придумывают. Они придумывают вам, насколько полезен сам никотин, как он стимулирует мозг, как это все такое проще. Все. Понимаете? Всегда. Не ведитесь на это. Вот и все. Делайте то, что вам нужно. И со временем вы поймете, насколько спорт, и не только спорт, а вообще ваша воля, вы делаете более комфортной вашей жизни. Ну что, всем пока. Салют.